Событие такого масштаба выпадает только один раз за целое поколение. И только что такое событие произошло. И, к сожалению, большинство розничных инвесторов его упустит. Следующие несколько месяцев сделают многих людей миллионерами. Но еще больше людей будут слишком напуганы, чтобы воспользоваться шансом поколения. О чем впоследствии будут еще не раз с ожелением вспоминать. Сейчас я зачитаю вам некоторые данные, которые очень важны. Но прежде чем мы начнем, не забудьте передать за проезд. Проезд стоит 1 лайк коин. Передали? Большое спасибо за поддержку. Инфляция потребительских цен CPI составляет 2,8%. Процентная ставка ФРС США 5,75%. Рост ВВП США 2,7%. Ну а корпоративные доходы S&P 500 выросли на 14,5%. Данные, которые я вам только что зачитал. Не 2024 год. Это 1995 год. Почему я говорю о цифрах 1995? 1995 год ознаменовался одними из самых больших бычьих периодов в истории фондового рынка. Он сделал многих людей богатыми. Он принес многим людям деньги, которые изменили не просто их жизни, а жизни их фамилий. Так, например, с 1995 по 1999 год индекс S&P 500 вырос на 200%. Это 50% в год. NASDAQ за это время показал еще более впечатляющие результаты. Он вырос на 440%. Это 110% в год в течение 4 лет подряд. Для фондового рынка умопомрачительные значения. Представьте себе, что вы тогда покупали не основные компании, а компании с небольшой рыночной капитализацией. 1300% дохода вы бы получили легко. Это деньги, которые меняют целое поколение. Но тогда еще не было биткоина и криптовалюты. Осознайте, какие деньги принесли бы они на фоне такого взрыва остальных рынков. Сейчас я хочу показать вам некоторые данные, а затем мы поговорим о текущей ситуации на рынке. Эти данные говорят нам о том, что сейчас мы находимся у дверей, за которыми один из самых массивных буллранов за последние 30 лет. Так, например, если сравнить биткоин и золото, мы видим, что биткоин отстает от золота. Золото тоже долго консолидировалось в районе предыдущего исторического пика, но затем оно вырвалось из этой зоны консолидации и полетело вверх. Скорее всего, биткоин ожидает нечто подобное. Конечно, это не будет бесконечным ростом одной линии вверх. Люди думают, что когда я говорю, что нас ждет большой буллран, то я имею в виду, что с этого момента, в течение следующих 4 лет, мы будем расти бесконечной стрелой вверх. Нет, будет множество откатов, падений, коллапсов и всех этих страшных терминов, призванных устрашить некрепких инвесторов. А значит, график не будет выглядеть вот так. Он будет выглядеть вот так, с большими просадками, коллапсами и так далее. Понедельник, 5 августа, который уже назвали черным понедельником 2024 года. В этот день мы наблюдали коллапс глобальных рынков. И скорее всего, это было предверием к более крупным крахам, которые ожидают нас впереди. И они напугают очень много людей. Начиная с 1928 года, самым распространенным месяцем для летнего минимума цен является август. А самой распространенной неделей для достижения дна является первая неделя августа. Так что, возможно, худшее уже позади. Но это не означает, что дальше будет только рост. В 1995 году у нас были огромные циклы капитальных вложений, известные как CapEx Cycle. У нас также были масштабные циклы инвестиций в так называемые НИОКР. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это называется R&D Cycle. У нас были такие компании, как Microsoft, Intel, Netscape. Netscape 1994 года и по сей день считается изобретением, открывшим интернет для широкого использования розницей. Представьте себе мир, в котором каждое слово, когда-либо написанное, каждая нарисованная картина и каждый когда-либо снятый фильм можно было бы мгновенно посмотреть у себя дома через информационную супермагистраль. И на самом деле это уже происходит в так называемом интернете. К нему может подключиться любой человек в мире, у которого есть компьютер и модем для подключения к телефонной линии. Безумие, которое произошло тогда, повторяется и сегодня. С теми же CapEx and R&D Cycles в искусственном интеллекте, NVIDIA, Microsoft и других похожих компаний. Времена изменились, но концепция практически та же. Точно так же, как в 1994 году появился интернет и в течение следующих пяти лет после этого мы наблюдали бум рынка, так и сегодня мы наблюдаем появление искусственного интеллекта. И он только-только рождается. Как интернет в 1994 году для розницы. Мы еще на ранних этапах, но даже сейчас посмотрите, как революция ИИ влияет на технологический сектор с точки зрения их доходов. Эта коррекция после роста, который мы наблюдали, это всего лишь шишка на дороге к тому, что, по моему мнению, является четвертой промышленной революцией. Вот как мы помогаем инвесторам справиться с этим. Сейчас я верю, что это только начало ИИ. Сейчас все еще 9 часов вечера на вечеринке искусственного интеллекта, которая, по нашему мнению, продолжится до 4 часов утра. В 1995 году инфляция составила 2,8%, а процентная ставка ФРС США составляла 5,75%. Сейчас мы имеем инфляцию 2,9% и процентную ставку 5,25%. Так что ситуация практически идентична. В последующие несколько лет ФРС снижала процентную ставку с 5,75% до 4,75% в течение следующих трех лет до 1998 года, а инфляция тогда упала до 1,6%. Таким образом, мы имеем трехлетний цикл снижения ставки на 1% и падение инфляции с 2,8% до 1,6%. В чем именно заключаются параллели между сегодняшним днем и 1995? Основные параллели заключаются в том, что мы имеем инфляцию, которая снижается, и экономику, которая все никак не рушится. Да, рынок труда замедляется, потребители тратят меньше. Инфляция достигла пика 2 года назад и сейчас составляет менее 3%. Так что ФРС находится в выгодном положении, если она сможет проявить достаточную активность. Экономика все еще демонстрирует некоторую устойчивость, а инфляция уже давно прошла свой пик. У нас все еще есть хороший шанс решить проблему приземления этой экономики. Это означает, что рост замедлится настолько, что ФРС начнет снижать ставки. И тогда вы увидите, как кредиты польются в экономику и начнут способствовать росту. Так что это хороший знак, очень сильная связь между сегодняшним днем и летом 1995. Самое интересное, что на этом совпадения не заканчиваются. Рост ВВП валового внутреннего продукта в 1995 году составил 2,7%, а сегодня, в данный момент, он составляет 2,8%. Практически одинаковые значения. В 1996 году рост ВВП поднялся до 3,8%, а затем в 1998 году до 4,5%. А в 1999 году мы увидели 4,8% роста ВВП. Этот цикл был подогрет глобализацией и интернетом. Бэби-бумеры достигали своего пика, глобализация брала верх, а интернет создавал множество новых бизнесов. Это и вызывало бурный рост экономики. Сейчас мы имеем совершенно новую цифровую экономику и криптовалюты. Цифровые валюты центральных банков также впереди. А в дополнение к этому революция искусственного интеллекта, которая в принципе меняет то, как сегодня начинает вести бизнес. Искусственный интеллект сократит расходы, увеличит доходы, взорвет эффективность и самое главное производительность труда, что может повлиять на снижение инфляции в том числе. Например, на мероприятиях Palantir, компании, которая разрабатывает ПО для анализа данных для военных структур, спецслужб, банков и хедж-фондов, мы видели презентацию Palantir Artificial Intelligence Platform. Сокращенно, AIP. Эта система делает за считанные секунды то, на что раньше тратили целые недели. Раньше мы создавали модель, оценивали нашу базу данных, выполняли ее, ждали 6 месяцев, чтобы посмотреть, что получится. Затем мы сопоставляли огромное количество информации и спорили между собой, чтобы принять решение. Теперь мы можем принимать такие решения за миллисекунды. Именно так AIP нам очень помогла. Мы запустили первый прототип в течение 45 дней, и это просто потрясающее с моей точки зрения. Это глобальное событие, меняющее игру, которую мы наблюдаем сейчас. Искусственный интеллект, который по сути революционизирует ведение бизнеса, экономит не только деньги, но и время, что зачастую является гораздо более ценным ресурсом, чем деньги. И это приведет к росту ВВП, причем глобального. Сейчас люди настроены скептически и пессимистично, и я это понимаю. Люди всегда будут говорить, грядет рецессия, грядет крах, геополитика в полном беспорядке, мир в хаосе, у нас новая пандемия на носу. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу в связи с редким заболеванием. Будет ли новая пандемия? В Швеции обнаружили первый случай заражения. А Китай уже начинает контролировать пребывающих людей и товары на предмет вируса МПОКС. Даже Роберт Кийосаки опять призывает готовиться к самому большому краху рынка в мировой истории. Знаете, за последние годы у нас было много причин продать. Огромная череда событий, экономических, вирусных, геополитических, криптовалютных, каких угодно. Но в конце концов S&P 500 вырос на 15% в год, несмотря на все эти крахи, коллапсы и прочие страшные термины. Биткоин только за последний год вырос на 300%. Он вырос с 15 тысяч долларов до 74 тысяч и сейчас торгуется на 60 тысячах долларов после коррекции. Даже если мы посмотрим на доходы S&P 500 в 1995 году, они выросли на 14,5%. Это влияние интернета. Если посмотреть прямо сейчас технологический сектор S&P 500, а это Microsoft, Nvidia, Google, все эти компании технологического сектора, они выросли на 15% в 2023. Итак, инфляция остывает, рост ВВП идет вверх, а доходы корпораций улучшаются и остаются сильными благодаря CAPEX и R&D, циклам, а также развитию искусственного интеллекта. Тогда это был интернет в 1995, сегодня в 2024-2025 это искусственный интеллект. И все же, несмотря на все эти сходства, несмотря на все эти прекрасные условия, фондовые и криптовалютные рынки все еще не перешли в свой параболический взрыв, как это было в 1995. Да, мы видели ралли на 40% на S&P 500, 300% на биткоине, но рынок ничего не дал нам за последние три года. Такого взрыва, как в 1995 мы еще не видели. Теперь посмотрите на бум искусственного интеллекта. Изобретение чат GPT в ноябре 2022 года это буквально эквивалент изобретения интернета в 1994-1995. В течение первых 700 дней после появления Netscape в 1994 рынок NASDAQ вырос на 120%. С момента изобретения чат GPT прошло около 630 дней, то есть почти 700 дней. При этом NASDAQ вырос на 65%, а S&P 500 на 44%. Это и близко не 120%. Мы прошли всего лишь полпути к тому, что было в 1995. По своему влиянию чат GPT уже намного больше, чем изобретение интернета. И это только начало. Мы все еще в начале этого бума. Итак, как рынок выглядит сейчас? У нас очень интересная ситуация. Инфляция составляет 2,9%. Розничные продажи только что удвоились с 0,4% до 1%. Компания Walmart заявила, что у нее отличные доходы. Заявки на пособия по безработице оказались лучше, чем ожидалось после первоначального испуга, который мы испытали в связи с ростом безработицы. Уоррен Баффет покупает акции компании Ulta Beauty. Это сеть косметических салонов в США. Билл Акман покупает 3 миллиона акций компании Nike. То есть они ожидают, что люди будут ходить в эти салоны, что они будут покупать эти кроссовки. А значит рецессии быть не должно. Рост ВВП также составляет около 3%. Но все по-прежнему очень сильно боятся. Если вы посмотрите на индекс страха и жадности, он находится на уровне страха. Иногда даже экстремального страха. Люди начнут жадничать тогда, когда рынок уже вырастет. Они будут покупать очень дорого у тех, кто покупал очень дешево, когда все боялись. И как ты можешь видеть на этом индикаторе страха и жадности на фондовом рынке, самое идеальное время для покупки тогда, когда цена падает ниже 125-дневной среднескользящей этого индикатора. Например, вот здесь в октябре 2023 и вот здесь в августе 2024. Но это не финансовый совет. Так что лично для меня ситуация выглядит прекрасно. Особенно с учетом того, что ФРС США начинает цикл сокращения. И мы знаем одно наверняка. Как только ФРС закончит цикл снижения ставки, S&P 500 в среднем даст 26% спустя год после завершения этого цикла. И если добавить к этому хорошие макроэкономические данные, хорошие корпоративные доходы, начало цикла ликвидности, как ты видишь, мы только начинаем расти по ликвидности, а также изобретение и внедрение искусственного интеллекта в мир бизнеса, который только начинает развиваться, то это похоже на масштабный катаклизм в хорошем смысле этого слова. Но это не будет прямой линии, напоминаю. Впереди могут быть еще более страшные события, чем мы уже видели раньше. Поэтому убедитесь, что вы держите руку на пульсе событий. Например, подписавшись на этот канал, где я регулярно говорю о самых важных событиях из мира криптовалют, финансов и экономики, а также не отвлекайтесь от своего плана накопления и ни в коем случае не пугайтесь. Когда люди говорят о грядущем падении, да, оно может случиться, но оно не должно пугать, оно должно вдохновлять. Ведь это будет коллапс, который изменит судьбу целого поколения. Коллапс, который родит тысячи новых миллионеров и даже миллиардеров среди тех людей, которые не испугаются взять судьбу в свои руки. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok